На сегодня задолженность по зарплате на заводе электроаппаратура 3 миллиона 200 тысяч рублей. Ее не выплачивали уже 8-9 месяцев. Причиной – сложное экономическое положение предприятия. Как сообщил директор завода электроаппаратура, в ноябре подписан договор о сотрудничестве с концерном Роселпром и наметились позитивные изменения. Ежемесячно мы фонд, месячный фонд оплаты труда выплачиваем. Мы отчитываемся еженедельно перед Министерством экономического развития. Последняя неделя в ноябре – 226 тысяч. Первая неделя в декабре – 155 тысяч. На этой неделе – 50 тысяч до конца недели. Следующая неделя – 83 тысячи. И в чемпионовом году – 110 тысяч. Российский инвестор обещает не только поставлять сырье, материалы и комплектующие, но и обеспечить реализацию продукции. Часть акций передадут доверительное управление российскому концерну. О заключении договора было проинформировано Министерство экономического развития, говорит директор завода. И ведутся переговоры об оказании поддержки предприятию. Кроме того, в министерство уже обратились с просьбой о заключении меморандума по платежам в республиканский бюджет и в небюджетные фонды. Российский инвестор также поможет в вопросах погашения задолженности по зарплате. Этот вопрос будет находиться на контроле государственной администрации, естественно, и городского совета, поскольку задолженность перед работниками предприятия электроаппаратуры тоже на сегодняшний день существует. И по информации руководителя предприятия погашается, конечно, не теми темпами, которыми хотелось бы. Как утверждает директор, на декабрь и январь завод работой загружен настолько, что потребуется принять на работу около 30 специалистов. С февраля намечено вплотную приступить к сотрудничеству с россиянами.